Одной из главных своих целей Рязанский медицинский университет считает не только подготовку настоящих профессионалов, но и их трудоустройство, а также уверенность в том, что подготовленный специалист останется в системе. Для этого при ВУЗе был создан Центр содействия трудоустройству выпускников. В нем на протяжении всего года проходит ряд мероприятий, помогающих выпускникам РязГМУ занять достойную вакансию. Это различные тренинги по социальной адаптации на рынке труда, всевозможные собрания с работодателями. Также мы одно из новых, будем так говорить, направлений, которые мы стали осуществлять, это выезды в медицинские организации Рязани и Рязанской области. И также мы выезжаем в соседние регионы, чтобы наши выпускники смогли ознакомиться с условиями труда, встретиться непосредственно с заведующими отделениями, с докторами, которые трудятся в данной больнице, ну и в перспективе уже туда трудоустроиться. Данная ярмарка вакансий также входит в число мероприятий, которые призваны помочь трудоустройству выпускников. Проходит она дважды в год при участии Министерства занятости. Мы делаем среднесрочные прогнозы по рынку труда Рязанской области на 7 лет. И уже который год показывают наши результаты, что рынок труда нуждается в высококвалифицированных медицинских кадрах. И специальности именно медицинских работников являются одними из самых востребованных. Действительно съезжаются на ярмарку вакансий не только представители медицинских учреждений нашего региона, но и из соседних областей. В этом году в мероприятии принимают участие более сотни учреждений здравоохранения. Среди них детская инфекционная больница номер 2 города Тулы. Туда требуется детский эндокринолог, хирург, ортопед, уролог и, конечно же, врачи-педиатры. Мы уже приезжаем за этот год третий раз. Мы были в феврале на встрече с выпускниками исключительно педиатрического факультета. Сейчас мы планируем день открытых дверей у нас в нашей поликлинике. Мы отсюда готовы принять студентов в день открытых дверей. Мы с Ириной Сергеевной уже согласовали эту поездку, дату только сегодня согласуем. И мы проведем экскурсию, все объясним, все покажем, расскажем. То есть максимально для того, чтобы выпускники поняли о своем будущем месте работы, что она себя представляет, какая зарплата, какие условия мы представляем, в каком коллективе они будут работать. Для нас эти встречи очень важны, мы стараемся их не пропускать. Сегодня медицинские учреждения особенно нуждаются в кадрах первичного звена и врачах-педиатрах. В этой связи подобные ярмарки, да и в общем совместная работа в вузы и практического здравоохранения приносят неплохие результаты. Мы в прошлом году перед аккредитацией специалистов проводили заседание Координационного совета по кадровой политике в регионе. И министр Андрей Александрович Прилузский представил нам 45 вакансий в первичном звене и говорил о том, что мы должны их укомплектовать, постараться. Мы вместе поработали с коллегами и нам удалось 42 вакансии закрыть. Это факт и это хороший результат. Да, было бы идеально закрыть все 45, но я думаю, мы в этом году продолжим и будем работать. Это ведь первичное звено, это самая сложная точка и тем не менее это удалось. Будем работать в этом году, чтобы полностью восполнить, постараться на этом уровне. И начнем работать по педиатрам активно. В этом году первый был с педиатрического факультета. Педиатрическая служба нуждается в кадрах, это ни для кого не секрет. Постараемся эту задачу решить. На сегодняшний день более 90% выпускников Рязгому благополучно трудоустраиваются и продолжают свою работу в системе практического здравоохранения. В этом, безусловно, заслуга не только ребят, которые получают прекрасную подготовку, но и руководство вуза. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».